Компания собрала тех директоров, которые в 96-м году начинали. Был огромный зал, банкет, активист. Ну как Арифлейн это всегда делает? Потому что, знаете, вот я просто как-то раз Воловик, помните всех? Он говорит, мне очень нравится Арифлейн. И все премьеры во всех компаниях он всегда приводит на Арифлейн. Другие компании, когда это слушают, они говорят, почему вы в нашей компании рекламируете Арифлейн? Это наш комплендер. Он говорит, а потому что, на мой взгляд, компания Арифлейн это единственная компания, которая работает правильно. Ну в смысле, почему? Мы тоже правильно работаем. Которая зарабатывающая компания. Он говорит, вы тоже зарабатывающая? Он говорит, да. Тогда давайте посмотрим, какие фотоаппараты у Арифлейнщиков, какие у вас, мы лица. Посмотрим, как вы одеты и как они одеты. Посмотрите, на каких машинах они подъезжают к своим зданиям, где они проводят большие мероприятия. И как вы от метро добираетесь. Посмотреть, какие залы снимает Арифлейн для своих встреч. И вы в подвалах летитесь. Посмотрите, говорит, что на столах у Арифлейма стоит. И у вас, говорит, винегрет с компотом. Понимаете, в чем дело? С того. То есть, оказывается, на самом деле, величие компании не в том, кто больше говорит, кто громче говорит. А просто вот такие вот мелкие детали. Что на столах стоит? По факту. По факту. А что одет? Какая техника? Каких машин? Какие залы? Что на столах стоит? У меня этот вопрос, что на столах стоит, наверное, на самом деле настолько потрясно. Но самое интересное другое. Почему я сейчас взял слово? Ко мне подошла Широкова. Это бриллиантовый директор 96-й. Она сейчас уже со фирмом, не из нашей ветки. Она очень страдает за счет того, что у нее не оказалось сильного спонсора. Есть кем посоветовать ветку подпитаться, некому на кого-то опереться. И, знаете, мне просто хуже как потрясла вот эта ее фраза. Балдер, почему мне 20 лет назад никто не сказал, что это может быть серьезным бизнесом? Почему мне 20 лет назад никто не сказал, что это может быть серьезным бизнесом? Я же совсем по-другому когда работал. Ребят, знаете, почему это... Как раз благодаря тебе я вспомнил этот случай. Я просто хочу сказать, что на самом деле с 96-го года, 23 апреля 96-го года, мы с Канедой подписали контракт. 23 апреля 96-го года, сегодня 2016. Вы много компаний знаете, которые 20 лет работают подряд? Вообще не знаю. Вы много знаете людей, которые на одном месяце работают 20 лет подряд? В другом. Вы много знаете людей, которые на самом деле зарабатывают 20 лет подряд? В каждом году все больше и больше. Арифлэм это такой бизнес. Арифлэм каждый раз говорила, что Арифлэм это очень серьезный бизнес, если к нему серьезно относиться. Где у нас новичок? И сюда. Лариса. Обнимается. Фотографируйте ее все. Почему ты еще до сих пор не говоришь? Я в Москве была. Я тоже в Москве. Причем, знаете, иногда, когда за границей встречаешься, они говорят, ну это Россия. Тамилу приезжают, это Россия. Тамилу говорят, ну вообще-то не Россия, Москва. Только одна Москва. Потому что нас дальше в Москву никуда не пускают. Они говорят, ну это же Москва. Тамилу говорят, а что, я одна в Москве живу. А где все остальные москвичи? Если достаточно просто быть москвичом, чтобы быть, тамилу приезжают, то где все остальные москвичи? Она говорит, ну вы же там первые были. Она говорит, мой номер вообще-то 70-й. 70-й номер. А где остальные 69 человек, которые пришли еще раньше? Ребята, еще раз, и еще раз, и еще раз. Это не бизнес первых. Это бизнес умер. Есть люди, которые пришли в 96-м году. Раньше нас. Но их уже в Reflame нет. Есть люди, которые только сейчас приходят в Reflame. И только сейчас начинают свой практически вертикальный взгляд. Да, это успех обеспечен. Очень серьезно относиться, ребят. Еще раз, вот это слова широкие. Я просто не помню, как ее зовут. Но факт, что, на самом деле, если бы мне кто-то 20 лет назад сказал, что... Это серьезный бизнес. Если бы кто-то мне 20 лет... Я совсем по-другому бы работала. Ребят, знаете, на самом деле, многие люди здесь просто как бы относятся к Reflame как к подработке. Ну, временно там. Что такое сорвать, что-то ухватить, какую-то премию получить. Ребята, это можно сделать делом всей своей жизни. Это можно сделать таким делом, которое можно передать по наследству, которое будет кормить наших детей и наших внуков. Если мы правильно его построим. И не будем лениться. А пусть, на самом деле, сделали будем. Потому что я сейчас просто на самом деле хотел сказать, и я еще буду говорить, что в этом году вся Россия приезжает в Сочи. Знаете, да? На Межуевскую конференцию. Приедут самые активные люди. Приедут самые активные люди. Ленивые не поедут. Они здесь будут просто рвать и метать. Рвать и метать. Поэтому категорическая просьба. Порвать и метать. До них все сделать, чтобы они пришли уже здесь. С кем не разговаривают, а все уже время время. С кем не разговаривают, а все время время. Ребята, у вас есть время. У вас есть время. Лето – это время сажать урожай. Осень – выращивать урожай. Зима – это собирать урожай. Ну, скажем так, у нас сейчас еще весна, да? Весна – сажать, лето – растить. Осенью – сажать. Зима – это время подготовки к следующему урожаю. Это время подготовки к следующей весне, которая обязательно будет. Обязательно будет. Джим Ром. Сезон жизни. Очень интересная книга. Прочтите их, у меня самая недостаточная. Вот. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Очень-очень хотелось бы, чтобы вы на самом деле серьезно здесь корректно. Ребят, знаете, вот когда мы сейчас просто разговаривают, деньги нужны, нужны. А что это? Ари Флейм? Я говорю, ты что, ищешь Ари Флейм? Я тебе могу посоветовать помочь. Он говорит, не-не, я про Ари Флейм уже все знаю. Я уже 15 презентаций прошел, я уже там сам 4 раз был подписан. Я говорю, хорошо. А что ты знаешь про Ари Флейм? Человек говорит, ну, Володя, ну, все мы все знаем про Ари Флейм, мы все уже это самое. Я же говорю, 15 презентаций прошел, 3 раз был сам подписан. Я говорю, а что ты знаешь про Ари Флейм? Вот так вот, скажи своими словами. Он говорит, ну, знаю, что продавать надо. Почему-то продавать надо. Думаю, сейчас я буду оправдывать, скажу, не надо продавать, не надо. Как у нас там другой. Я говорю, да, это один из видов нашего заработка. Что ты еще знаешь про Ари Флейм? Людей надо приглашать. Я говорю, да, это еще не вид нашего заработка. Что ты еще знаешь про Ари Флейм? Друг человек говорит, ну что, там еще что-то есть? Я говорю, ребята, мы здесь насчитали 7 видов заработка. 7 продажей, только один из них. Приглашение людей – это еще один из них. А вот про эти заработки почему вы молчите? Потому что я очень часто пользуюсь карьерной лестницей. Тысяча долларов, две тысячи, три, четыре, шесть, восемь, десять, двадцать четыре, сорок две, сто тысяч долларов, двести, триста, четыреста тысяч. Ты видишь, какие суммы идут? Это приблизительно месячный зарплат на этом уровне. Ты понимаешь, что такие деньги за продажи, чисто за продажи, не платят. Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы. Даже из вредности хотел бы ты узнать, тогда есть тема для разговора. Тогда есть тема для разговора. И вы знаете, когда он покажешь карьерную лестницу, когда он увидит сто, двести, триста, четыреста тысяч, я уже не говорю за миллион. Пусть он самого рассмотрит. И более того, есть люди, которые эти миллионы уже получили. Которые, вернее, сотни тысяч, десятки тысяч. Можно в журналах показать, причем видно, что он не один там такой. И даже у вас есть огромное преимущество, что вы знаете людей, которые даже миллион получили. знают. 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 Да, что вы знаете. Вернее. Гра-гра-гра-гра-гра-гра. Где спонсор, где спонсор? Кто фотографирует? Все. Фотографируют. Оль, давай вместе. Да, Оль и Витутка. Иди спонсором. Давай, кто фотографирует? Света, иди тоже.